Друзья, всем привет на Югорьском раже. Надеюсь, у вас настроение хорошее. Если плохое, то здесь у вас точно будет хорошее настроение, потому что мы сегодня будем делать кое-что сумасшедшее и будем переделывать этот Golf 2 GTD как дорестайл в пикап. Ну а кто из вас первый раз попал на канал? На канале уже два проекта готовы. Это Golf 2 91 года, Golf 2 86 года как дорестайл. И самый главный у нас проект сейчас Jetta 2 Coupe, который мы переделаем на 1.8 турбованный мотор. Это сейчас у нас новый проект и проект будем делать вот только для кайфа. Просто знаете, всегда охота была такое сделать и думаю, а что ждать? Жизнь такая короткая, надо начинать делать. Поэтому, друзья, вот мой сын уже внутри все раскромсал, все повытаскивал. Надо сейчас дальше ее разбирать. И вообще, когда я его покупал, я его взял только из запчастей, которые мне нужны были на мой черный Golf, на белый Golf. И с ним ничего не собирался делать. Но вот так она стоит, стоит, стоит. Мне уже даже пару человек написали, сказали, что мы хотим у тебя купить ее, мотор купить отдельно, ток купить отдельно. Но я решил его не продавать и сделать с него что-то интересное. И этот проект не будет, как все остальные проекты, где я столько энергии, вкладываю денег и где стараюсь все сделать аккуратно и четко. А этот проект будет совсем другой, где мы делаем просто для прикола. И у меня идея такая, из него сделать пикап. Не знаю, но вот пикап для меня такая мечта осталась. Я решил, и раз не получается купить, то сделать его самим. И этот Golf GTD подходит неплохо. У него хороший мотор. Она как четырехдверка. Это значит, он немножко длиннее, чем двухдверка. Потому что двухдверка немножко коротковато будет выглядеть, если мы его будем переделать как пикап. Равно я купил двухдверку Golf, и он на много лучшем состоянии, чем этот, потому что он весь гнилой. У него все гнилое. Но знаете, этот проект не должен быть идеальным. Наоборот, он должен быть сумасшедший. И это даже кайф. Поэтому, друзья, будем его переделывать. Кстати, у него впереди даже удар был. Вот, да. У него удар, и передний лонжерон немножко согнулся. Но это фигня, это можно выровнять. Кто из вас еще не в курсе, это у нас Golf 1.6 дизелек. 70 лошадиных сил. Гнилые все крылья. Не сверху, но снизу. Но здесь нам это пофиг. Я думаю, сюда поставим вумеран расширители. Или оставить оригинальные. Я за вумеран. Короче, это будем решать позже. Начнем сначала с кузова. План такой, что сейчас изоленты вот клею. Смотрю, как бы обрезать. Вначале идея была такая, что вот так здесь ровненько обрезать. И вот эту всю часть приварить вот сюда. И тогда можно, например, часть багажника обрезать. И заднюю часть даже открывать. Было бы так прикольно. И поставить оригинальное заднее стекло. Но, к сожалению, это не очень красиво будет. А, Лен, можешь пленку оторвать. И андерзайтаух. Это было бы, конечно, очень практично. Но, смотрите, я такой шаблон сделал. Примерно вот этот изгиб. И выглядит некрасиво. Очень некрасиво. Поэтому, я думаю, если делать, то вот так должно быть. Примерно вот так. Чтобы сзади кузова было побольше. А то будет некрасиво. Перед тем, как будем резать, конечно, надо повытаскивать все эти стекла. Заднюю крышку будем резать позже. Сейчас еще не хочу. И немножко мне ее жалко. Потому что это у меня крышка как на запас лежит. И она, блин, в таком классном состоянии. И вообще ржавчины почти нет. И вот немножко жалко ее резать. Но если ничего не найду, придется ее резать. Пофиг. Для этого я купил вот такую зиги. Я заказал немножко подлиннее. Потому что до этого, кто их заказал, они были вот такие. Это коротковато. А эти длинные должны... Да, вот за раз должно хватить. Кстати, здесь вот пробило. Видите? Это надо, конечно, отремонтировать. Здесь можно залатать. Местами пофиг. Кстати, эту красотку вам я покажу в следующий раз. Еще просто не успеваю по времени. Это правая, а это левая. То есть, если что, друзья, можно эту часть здесь вот так ее вырезать и поставить на наш Pico проект. План такой. Надо определиться, где будем резать, какую форму хотим делать. И чтобы потом можно было уже всю эту переднюю кузово как-то подгонять, закрывать. Кстати, мне потом надо искать какое-то стекло сзади. Я хочу, чтобы сзади тоже как бы окно было, чтобы можно было назад смотреть. И потом надо решать, как мы будем с задней части делать. Я купил вот такие трубы. Я заплатил 7 евро. Я сгонял там на металлолом. Выбрал. И они как раз кайф. Знаете, такое можно сделать, как у пикапов сзади стоят. Вот такие бюгели. Я не знаю, как это по-русски называется. Вот так, знаете, сзади. А потом и вот так назад. Блин, будет круто. Что круто, Палу таких труб даже можно вот так воткнуть и по кругу заварить. Кстати, вот пришел на джету. Его надо переделать, то что так он не подойдет. И само вот сцепление с маховиком. Тоже бэуш не купил. За эти все две части я заплатил 75 евро. Здесь еще старое сцепление. Он его оставил, чтобы, знаете, поставим его. Как подойдет коробке. Если все подойдет, то можно тогда новое заказать. А так для теста сойдет и старое. А что маховик бэушный? Это вообще пофиг. Что с ним? Это кусок железа. Так, где мой штатив? Перед тем, как начнем, друзья, этот пикап, он будет делаться не как машина легальная для общественных дорог. У нас это в Германии будет так дорого. Это даже нереально такое сделать. Раз это будет пикап, мы его будем поднимать. Сажать мы его не будем. Хватит сажать. До этого только сажали все машины. Поэтому план ее позже поднимать. И поднимать будем тоже делать это все максимально бюджетно. Я уже там немножко поинтересовался, как у нас здесь местные это делают. И они ставят часто стойки от других машин. Одни писали от Толейда, от Пассата. Хотя от Пассата они не очень подходят. Это от Толейда, говорит, лучше подходит. На счет этого я буду дальше собирать информацию. Ну все, короче, погнали. Резать будем, наверное, знаете, не по этой канточке, потому что слишком близко к задним фонарям. а по вот этой канточке, смотрите. Потому что если мы здесь обрежем в следующий раз, то можно сверху накрыть, и тогда будет очень красиво взади. Она более гармонично будет выглядеть. Поэтому сейчас я возьму изоленты от этой канточки. И вот так. Но перед тем, как это сделаем, сейчас я вытащу сначала стекла, чтобы они нам не мешались, так как их снять. А, здесь надо открутить. Ладно, откручиваем, короче, стекла снимаем. Пришлось этот болт, который здесь закрученный, он не выходит, он так заживел, что у меня нервы лопнули, я вырезал просто. Так и так нам это не надо. Также и задняя часть, там все сгнило, там эти стекла задние, ты не поднимешь, не опустишь. Когда я его начал двигать, там сжавчина посыпалась. Состояние, правда, ужасное. Знаете, не так жалко для такого проекта. Стекло можно на запас оставить. Так, все, одно. Раскромсали. Так, что оно теперь? Вот. Я считаю, эта дверь так гениально выглядит с этим. Смотрите, как это красиво. Может, получится это все вставить. Вот там болтик сидит. Посмотрим, получится здесь снять. Или придется так же. Так, натянул. Ровненько. Сначала сбоку или сверху. Я такое ни разу не делал. Поэтому даже не знаю, как начинать. Думаю, сначала сбоку. Смотрите. Продолжение следует... 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 там мне к сожалению не очень красиво получилось вот так блин ну ладно ну все так и на то и так а по как это круто выглядит уже сейчас не нравится как прикольно первый гольф g3d как пикап он уже сейчас круто выглядит мои пацаны уже с ума сходят по нем и когда жена увидела она тоже сказала блин как это круто выглядит хотя еще ничего не сделала всего лишь мы срезали крышу работы здесь а дофига будет будем здесь вот так железо доваривать но вот эту часть тоже полностью закрывать знаете что круто что буду здесь учиться варить и и если не получится это не так уж и печально потому что мы здесь учимся как раз здесь на тренируем руку и потом будем варить нашу красавицу джету здесь должно конечно все получится очень хорошо ну и что круто друзья так как эта машина не для общественных дорог типа шоу кара будет и не мы тогда выхлопную или мы ее будем проводить сбоку или мы ее вытяну где-нибудь здесь наверх знаете как у грузовиков сзади но посмотрим мечтать не вредно да главное теперь все это сварить и главное этот проект должен меня ничего не стоит мы будем ее только всяких остатков строить единственное что вот на покупать такое железо всякие трубы потому что в сзади нам надо еще купить когда будем заднюю часть заваривать это надо нормально все-таки усилить что не так просто железо сюда при фигарит это будет очень хорошая школа для меня так заниматься кузовными работами такое ни разу не делал мне надо вот эти все места закрыть сейчас наверно пленку наверх еще закинем знаете не знаю дождь пойдет нет сегодня вроде не должно но завтра или в субботу обещают опять дожди поэтому надо это все накрыть ну и вообще надо уже подготовиться к зиме к осени какой-то павильон что-нибудь такое купить знаете чтобы можно было так и и типа палатки так наверх построить чтобы можно было и плохую погоду работать потому что такая погода у нас германии не всегда в основном дожди дожди особенно осенью и зимой если у вас какие-то идеи есть или кто-то уже такое делал то пишите мне кидайте фотки мне в личку на века или в инстаграм потому что мне идеи всегда не помешают конечно я хочу свою идею сделать но некоторых деталях мне все-таки еще нет опыта я всегда рад за помощь всем привет у нас уже следующий день и как вы знаете мне надо сейчас много железа потому что вот эту заднюю часть кузова надо усилять там все делать более-менее крепко делаем как можем короче я нашел сейчас в интернете один человек продает железо знаете такие квадрат роллы я не знаю как по-русски называется такие квадратные трубы разных диаметров листы железа продает это по весу один килограмм где-то 1 евро максимально 3 евро смотря какое железо оцинкованное максимально 2-3 евро а самое простое железо 1 евро за килограмм это недорого друзья я например недавно посмотрел вот такое квадратная труба 2 метра 30 на 30 миллиметров стоит 20 с лишним евро это жесть очень дорого и как вы знаете проект должен дешевый бюджетный из-за этого вот сейчас искал искал нашел надо сейчас ехать час и десять минут и все прочее едем вот закупился железо едем домой смотрите классный должно все хватить по крайней мере вот этот каркас делать а чтобы обшить задние борты и заднюю часть кузова то там нам надо еще искать вот этот кусок я взял это оцинкованное железо непростое но сколько я заплатил за это железо 80 евро люби я такое купил в магазине то я бы заплатил в два раза больше поэтому цена пойдет и я говорил что хочу этот проект сделать максимально бюджетный я вот недавно продал заднюю крышку со спойлером и как раз продал за 80 евро и за 80 евро купил это железо так что мы на нуле и хорошо что накрыл у нас вчера пошел сильный дождь и сегодня тоже немножко пошел и вот сожалению это пленка вся дырявая и вода все равно вот смотрите попала и так и так надо весь этот коверчик снимать потому что мы здесь будем варить и его жалко резы даже позже поэтому мы этот ковер убираем продаем и за сколько продадим за те деньги будем покупать еще железо потому что нам надо еще очень много железа и железо к сожалению в германии у нас в данный момент очень дорогой это просто жесть проект гольф 2 пика будем делать между делом как настроение как время будет потому что у нас самый главный проект это джета 2 купе туда сейчас будем максимально много энергии времени и денег вкладывать а это так ну как говорю что just for fun для кайфа между дел будем учиться варить и что-то делать прикольно а а а Смотрите продолжение в следующей серии. Шумка в таком классном состоянии, я ее уберу, потому что это очень тяжело найти. Смотрите, какая она гнилая же. Здесь то, что всей длине сгнило. Смотрите, весь пол. Нифига. Ну ладно. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот эта часть, она отходит от двери. Так что здесь можно вот так, ровный лист железа и у вас уже один борт готовый. Так же и здесь. В этом месте я хочу тоже приварить такие штаны, чтобы кузово крепче было. Так как мы срезали крышу, у нас уже как бы февиндунг, штайфунг, я не знаю, как по-русски сказать. Ну как бы она жидкая стала. Поэтому нам надо опять это изменить и сделать ее опять более стабильной. Сколько здесь, примерно 1,8-1,5 миллиметров. Ну очень стабильная она. Здесь надрежем, чтобы по форме кузова пройти. Чтобы все было гармонично. В этом месте тоже возьмем картонку. Под картонку вырежем из железа. И вот так. Полностью эту дырку закроем. До этой канточки и сбоку уже у нас закрыта. Единственное, не знаю, что мне с дверями делать. Выглядит они очень круто, но задняя левая, она вся кривая, это не пойдет. Не знаю, что делать. Короче, думаю, придется все-таки дверь искать. Передние там тоже ржавые, но это еще пойдет. Но она уже там, смотрите, полдвери нет. Ого! О, жесть! Что здесь? Тоже приклеили на кузовной клей. Да, здесь я все вне ловит. Если мы сюда будем вумиран оставить, нам так и так придется аж досудово все это обрезать. И здесь то же самое. Поэтому, если нам повезет, мы как раз обрежем все гнилье, и потом опять все это сварим. Потому что внутреннее крыло и наружное крыло, их надо опять вместе сварить. Друзья, всем привет! На следующий день план такой, что хочу сделать шаблоны на задние двери. Вот сюда. Под эти шаблоны вырезать железо. Сделаем шаблон в этом месте. И как это все заварим, сделаем, то тогда будем кидать сюда трубы. И только потом будем заниматься задней части кузова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как назло, друзья, нет нормальной картонки. Вот такую коробку разломал, из кусочков собрал, и выглядит уже неплохо. Смотрите. Ну-ка, сейчас давайте отойдем. Смотрите, уже как четко. Будет очень красиво, если мы здесь загнем вот эту канточку, чтобы она не острая была. Тогда это будет так гармонично выглядеть. Кстати, здесь тоже четко будет. И что круто, смотрите. Обшивки внутренних бортов. Здесь как раз можно ровно кинуть, смотрите. И будет очень все красиво. Вот так. Ну и что заметил, сверху вот этот водосток. Здесь надо его обрезать. Но он так и так поломанный, надо искать новый. Хотя, друзья, у меня есть еще он сзади поломанный. Он от двух дверки. Но нам-то пофиг. Мы так и так обрезали. Поэтому, если повезет, что у меня еще такая левая и правая есть. Посмотрим еще. Короче, нам придется здесь тоже обрезать, чтобы вот эту часть полностью заварить. А то будет некрасиво. Представляете, если здесь все заварим, вот так заварим, и здесь вот эта черная полоска, ну, некрасиво будет выглядеть. Вторую сторону не будем делать, потому что это одно и то же. Я могу эту картонку перевернуть и там еще раз посмотреть. Так что, наверное, начну с того, что начну с простого. Вырезаем под эту картоночку с железа. Начнем с правой стороны, потому что левая сторона, как я говорил, что ржавчина очень жуткая, помятая, но некрасивая. Это надо менять. Дверь я уже нашел. Один продает за 30 евро. Она не идеальная, но тысяча раз лучше, чем вот эта. Поэтому она даже тоже красная. Поэтому я на следующей неделе сгоняю, куплю туда дверь. Все, вот, смотрите, четко встал в эту раму, где было окно. И как раз, смотрите, будет ровненько. Жалко, что уже сейчас поздно. Так бы я сейчас начал здесь уже варить. Как руки чешутся. Проблема только вот здесь. Не знаю. Или все-таки обрезать, или уже сейчас загнуть. Но проблема, если я ее сейчас загну, то, видите, жестянка-то по форме кузова здесь хорошо прилегает. Если мы здесь согнем, то просто так уже не согнешь. Поэтому, наверное, я сделаю так. Да, мы ее хорошо приварим, а потом будем гнуть. Если не получится, то тогда я здесь ровненько обрежу и придется тогда эту канточку отдельно гнуть и сюда приваривать. По-другому не знаю. Так что, друзья, у кого есть опыт, то, пожалуйста, пишите в комментарии, пишите мне в ВК в личку или на Инстаграм личку. Ссылка, как всегда, в описании под видео. Так что помощь мне всегда нужна. Я знаю, что много из вас кузовщиков здесь. Поэтому пишите, дайте совет, как делать. Посмотрим, когда буду дальше. делать, но думаю, на выходных уже начну немножко варить. Уже и вправду, руки чешутся. Надеюсь, до выходных мне придут еще пару запчастей, которые я сейчас заказал на джету. К сожалению, там проблема немножко с этими тормозами. Еще там проблема с цеплением, так как у нас цепление будет гидролическое. Гидра... Блин, как это по-русски называется? Федраулише сцепление, короче. И там надо мне хидраулише цилиндр на коробку и та, которая возле педали сидит. Там две гейба онтнейма цилиндра. Я не знаю, как это по-русски называется. Ну и как там я продвинусь, сделаю видос, обязательно все расскажу, покажу. А этот проект будем делать между дел, по настроению, по времени. Вы знаете, друзья, все проекты, которые я начинал, те я и закончил. Так что этот проект мы также закончим, как и наш черный, белый. Насчет этой поломки здесь я написал, показал фотку и написал в ВК, что мне делать. И большое всем спасибо, кто мне сразу написал много советов. Еще раз всем спасибо. Теперь я знаю, что делать. здесь есть такие пункты, вот их даже пальцем чувствуешь. Вот, раз, два, три, четыре, пять, по всему кругу. Их надо высверливать и можно вот эту часть поменять. Так что круто, а я думал, мне придется всю эту часть менять. Это, конечно, будет намного легче. Наверное, в следующий раз будем делать, вваривать эти задние боковые части и эту штуку менять, ремонтировать. Уже очень интересно такое сделать. Это у нас будет первая кузовная работа. Так что, друзья, всем спасибо, кто смотрел, кто не подписался, все подписывайтесь. Это вас ничего не стоит и вы этим меня очень сильно поддерживаете. Так что, друзья, все, всем классного настроения и до следующего раза. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok